Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я веду Карфаген к доминации в древнем мире. Ну, во всяком случае, надеюсь его к этому привести, потому что пока видно, что Рим как-то получше развивается явно. У него тут прачники, копейщики. Ну, в любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начать с первой серии. Просмотр. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу появляется. Ну, а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. И спасибо им за поддержку. Так, ну, я закончил прошлый ход тем, что хотел здесь поставить город. Мой аванпост. Реально. Так, и я, наверное, в этот раз размещу барсидов, потому что это у меня как бы против варваров, да? И мне нужно здесь, видите, плюс 50% сити дефенс. Ммм. Юниты тут можно будет крутое строить, так что как раз против основываю город Барсидов. Начну здесь, пожалуй, с рабочего. Королева Рима все-таки. Так, дальше. В поисках улучшения отношений королева Рима прибыла к нам в тронный зал. И во время... Ну, короче, Антония настаивает, чтобы члены правления преклонили и встали на колени и поцеловали ее ноги. Как это принято в Риме. Глава наших аристократических домов жарко протестует против этого предложения. Ну, в общем, у нас два варианта. Либо потребуем, чтобы поцеловали. И тогда минус 40 в отношениях всех семей, но при этом королева Рима к нам хорошо начинает относиться. Либо наоборот. Тогда у нас плюс 2 легитимности. Королева становится гордой. Плюс одна харизма, но минус одна мудрость. Да, все-таки, видимо, придется, чтобы поцеловали я. Но все-таки это королева другой державы, дружественные нам. Но... У нас как бы вроде неплохие отношения в семьях, так что можно выдержать. Уже немножко потерпеть, так сказать. Так. Надо, наверное, фаланги открыть, я так считаю. Ну, для войны с этими конными юнитами нумидийцев. А потом уже будем навигацию открывать. Тут и порт требуется, и берема. Блин, может, я сначала навигацию? Что-то фаланги еще строить и строить. А это вот уже будет очень неплохо нам денег давать. И все... Нет, давайте навигацию. Я, наверное, сейчас начну войну уже с этими ребятами, чтобы начать юниты. Хотя, сначала надо апнуть. Сначала надо апнуть. Сколько тут для апгрейда лучника? 100. Да, 100. А, но пока постоим. Пока постоим, подождем. Ага. Тут продолжаем. Лесопилки делать. Да, вот это вот торговля, конечно, с римом я не очень удачно изобразил. О, можно генералов добавлять. Ну-ка, наконец-то. Сапанбал. Младшая. 3-экспы вход. Плюс 10% сила. Ну, давайте. Мы можем все-таки объявлять войну уже. Но следующим ходом. Еще посмотрим апнуть тут кого-нибудь. Я имею в виду уровень 200-300. Ну, вот этого можно. Против раненых. Я вот думаю, мне надо отходить отсюда. Или все-таки я бы тут, наверное, остался. Меня волнуют эти варвары. Могут вполне начать набегать. Так, ну, давайте следующий ход. Блин, тут аж... Раз, два, три, четыре, пять. Пять элитных намадских мар... А, слушайте, это элитные уже. Так, у нас муж болен. Наш сын... Внук появляется. Еще один внучка. Ну, короче, тут у нас... Я так понимаю... Династия... Разрастается. Все очень неплохо. Это, кстати... Видите, он черный какой-то. Это потому что нелегитимный сын. Завел с какой-то... Чернокожей... Наложницей, видимо. Так, отправляющий офицер. Молодой офицер в гиппорегиусе. Быстро продвигается по службе. Так, великий солдат появляется. Не, да, великий солдат. Нам нужны генералы. Несомненно. Ну и где? Почему... Почему... То есть он появился здесь вот. Вот. Но почему я его не могу генералам использовать? Вопрос. Кураж. Ладно. О, мы можем за 600 получить колесницу. Да, давайте. Нормально. Колесница 5,5. Вполне. Куда перенесемся? Ну что? Давайте попробуем войну объявить. Или все-таки апнуть сначала в лучников? Сколько мне надо придется? 127 заплатить. Ладно, давайте сначала рабочими. Еще похожу. Так, у нас уже 50 камня в ход. Этого, я думаю, пока достаточно. Надо сосредоточиться на лесопилках. Ну и как-то еще железо надо будет добыть. Так, здесь мы сделали каменотеса. Еще один житель есть. Давайте, наверное, еще камень. Давайте вот тут добавится эта территория тогда. Кстати, игра рекомендует. Да, когда у нас иудаизм? Два хода. Ну, этот парень пускай тут стоит. Долечиваемся. У нас 4 приказа. Давайте апнем. А, уже не хватает денег. Не, хватает. Хватает. Апнем этого в лучника. Колесницы апгрейд дадим. Вот, кстати, против стреляющих плюс 10. Давайте. Все. Следующим ходом, но мидийцам хочу войну объявлять. Мне кажется, вот этой армии нормально будет. Оракул Египет закончил. Так, какие у нас тут? О, муж умер. Ну, что поделать? 54, ему 55. Королева. Блин, минус 10% приказов, конечно, не очень хорошо. Так, какой-то запрос от нумидийского повелителя. Он что-то там требует. Игнорируем, пускай отлично. Война. Очень в тему. Заодно мы не будем войну объявлять. Так, поехали. Война. Война. Кому. Оракул. Оракул. я достреливаю до всех этими так прокаченный но давайте наверно вот этого мочить тут идея в том что если вы убиваете колесницей то ваша колесница может еще раз атаковать способность колесницы такая вот генерала можно добавить я вот подумаю надо ли это сделать так что у нас в карфагене построена война во время кстати во время эти мы тратим 15 золотых потратили потому что не хватало на терминус по деньгам пошел правда в карфагене форум я закончил строить и инквари 120 науки получим надо надо сеттлера то что я думаю что мы вот эту вот это место сейчас зачистим и тут надо город будет ставить так я вот только думаю нападать ли мне может лучше отойти они пока те же не могу но у меня есть вариант либо напасть либо генерала я давайте генерала сюда размещу так все предказы закончили тут я разместил эти тут нет у них картинки еще я охотника здесь разместил тут надо конечно лесопилку делать но я бы наверно специалиста как раз в лесопилку отправил ну и все я больше кого-то минут убьют слишком много все таки тут этих коников 2 хп 2 хп 2 хп 4 хп даже не нормально нормально как ни странно эти пофигу у меня у нее прокачка которая ей позволяет игнорировать дистанцию то есть пофигу откуда стрелять равно этот получит а то тот думал стреловать от меня смотря так но эту лечим отходим назад будем лечить личинка так тут эти ребята принципе могут подходить я готов о и что но два из двух я сделал labor force открыто почему у нас иудаизм не наступает вопрос так блин тут рабочим конечно надо бы работать побольше давайте а форум пору мы нужны так вот тип бесплатная берема не знаю вот кровь надо открывать у меня несколько люксов которыми можно будет обрабатывать да а месяц наверно будет одно из событий что мне иудаизм так новости о наших потерях достигли чужих границ и как результат посол из рима прибыл с подарком от королевы антонии фабии так плюс 1 люкс получается это при 40 процентов культуры но и чуть больше несчастья это из этой потери имеется ввиду что муж умер так поблагодарить ее да поблагодарим лично пока не будем принимать кота великий мыслитель и политик из адраме тумана вышел ну представил свою историю рак карфагена либо плюс 60 культуры либо плюс 40 отношений всех семье давайте плюс 60 культуры в городе сжечь историю такой не очень прикольно мне кажется так плюс 26 ну нам несомненно нужно адраме тум обрабатывать тут у нас имеются леса гарнизон бы и сети конечно все требуется тут но давайте сначала лесопилки все ну ка что тут нумидийцы будут делать как вообще сила они уже слабее написано ну я им сколько 33 юнита пирамиды гриблин греки уже во основать религию все-таки основал иудаизм почему в собрать это то есть в самом дальнем городе почему там блин ну это круто я вот конечно дедона мудрая аж три амбиции выполнили за время ее управления да блин это обе семьи позвали меня присутствует на каком-то событие но видимо я приму приглашение магонидов потому что с борсиды у меня аж 200 так что можно 40 потерять нормально как-нибудь переживем так следующая амбиция 800 накопить 800 металла это вряд ли 6 улучшений вот это можно кстати и 6 стен тоже вряд ли потому что мы до их еще не открылись 6 urban improvements это 6 улучшения вот типа не вот это то что я фермы тут улучшаю а вот типа гарнизона светилищ видите уже одна засчитывается как раз гарнизон тут закончили кстати надо сюда губернатор давайте подумаем кого это будущий правитель это его жена как я понимаю этот которого я хотел но вот этого надо конечно в кадрометом скорее о шахты на 50 процентов больше а я что кого-то воспитывал чтобы сети работали нету вот их тут у меня до сих пор ну тогда наверно вот эту человек прошли тут крутая шахта которая 18 дает еще будет плюс 9 железо давать в принципе на науку неплохо да давайте ее выберем так а а о истории об этой битве ну к сожалению нету денег чтобы еще это провести так что просто генерал получает ачивку хочу этот что за ачивка давайте глянем а подождите это он умер что ли ну вот да генерал тут у нас погиб и не должны убить этого мечника эти кандидаты мечу-то генералов мало 5 кандидатов не хватает так это до покупаем сети кушать его плюс 10 мне надо это все строить на денег не хватает офигительно так гарнизон тут сделали еще могу какой-то из святилищ я думаю построить это просто 5 культуры вход все юниты начинают с хиллером вот тут наверное святилище астарты плюс одна еда да давайте ее построим ну это опять же вот это urban improvements так здесь вот здесь надо они сначала тут лесопилку это вокруг лагеря напоминаю что лесопилки вокруг лагеря дают дополнительный прирост дерева и все но не должны три лошади убить мечника не должны пошла высота барсит фэмили юдай давайте минара премиум юдаизм как государственную религию проблема вот проблема в том что он распространился в этом городе потому что мне надо для распространения строить последователей они от еды зависят а у меня в этом городе как раз еды-то раз-два и обчелся но в принципе давайте мы следующего поставим в очередь так ну какой-то он слабенький совсем нападение варваров так себе так убьем этих ребят тут надо вот этот лагерь уже выносить я так понимаю так наши ученые в лагере нумидийцев открыли святилище и статуи посвященные поклонению огню они так понимают что эти сокровища ассоциируются с культом пламени древняя племенной племенная религия так установить эти капища у себя в городе чтобы показать толерантность или разломать их в пыль для легитимности так у меня вопрос уровень в хиппорегиусе недовольство да кстати можно снизить до нуля тогда наверное используем еще две еще мудрость блин у меня королева реально эти ноль стал был один уровень стал ноль королева реально такая крутая и так вот уже прокачал она у нее пять храбрости двенадцать харизмы и две мудрости вау двенадцать харизмы дает сто пятьдесят шесть цивика вход то есть когда следующий правитель придет у меня цивики просто упадут до ну очень мало будет вход накапливаться так что долгих ей лет я надеюсь так что может тут еще проходит крики разбудили вас в ночи короче увидела фантома не давайте давайте надо понять феномен этого спектр короче еще мудрости и науки добавим тактики обучаем тактики мало генералов так лесопилка готова еще одна давайте хандруметум улучшать всячески у меня вот хандруметами кстати нужен гарнизон и нужны бараки на самом деле так ну тут мне эти варвары вообще никак мне кажется не могут ничего сделать тут я буду постепенно захватил место поставил город пошел к следующему и так постепенно нумидийцев получила новости от своих наследника герцогини табибы ученые уважают ее а другие студенты пытаются дружить с нею так либо сфокусироваться на учебе тогда плюс мудрость либо найти друзей не давайте так как она наследница я так понимаю трона следующая после этого то давайте на мудрости все-таки я правильно понял что она наследница да эти следующие так у нас наследование идет так я думаю давайте-ка порты построим а денег не хватит на покупку блин эти деньги нужны собственно этот порт мне и даст деньги давайте что-то постоим один ход на следующем ходом будет достаточно дерева давайте вообще сокровища тоже деньги дает так ну что ребята не хочу вас расстраивать но вы умрете этим лечимся убиваем этим лечимся отлично поселенец долго мне бы в научной если бы еще поселенец попался я бы его открыл мне тут надо как минимум раз два три четыре поселенца чтобы города поставить с римом отличные просто отношения он у медийцев новый лидер я смотрю но они намного слабее я явно их практически всю армию расфигачил я тут стоим ждем на своих конях конечно как можно на конях по таким холмам носиться конечно их ничего не получится если бы мы вот где-то тут в пустыне воевали ой это вообще варвары это варвары да вообще какие-то другие ребята так значит тут мы строим порт потому что он дает плюс 40% близлежащим сетям то есть плюс 40 вот эти сети будут давать это больше еды будет давать а это больше культуры и денег ну и сам порт плюс 10 денег правда два дерева вход но у меня уже дерево нормально я поднял это все дело улучшил и продолжаю улучшать блин опять не хватает дерева ладно постоим подождем лечиться лечиться еще раз еще раз еще раз проатаковать это вот способность этих вот откуда вот эти взялись я что-то не пойму это где-то просто есть варварский лагерь еще или как они же появляются только вот в местах где города могут быть так это лечиться отойдем так пока все ну кстати мне прям уж так не обязательно последователя делать религия и сама распространяется видите через 9 ходов новый город распространяется но хотелось бы ускорить это дело все-таки дополнительная культура не помешает да мы наверное вот этим рабочим тут гарнизон построим это мне правильно рекомендуют сделать эти ребята волнуют конечно на помощь пришли намедийцам все посидела и она но она не умерла она ушла как генерал она больше не участвует в битвах как генерал но согласитесь до 60 лет то есть здесь генералы до 60 лет воюют понятно но она хороша она конечно очень очень неплохо повоевала да рим намного сильнее но у нас им хорошие отношения так лечимся здесь делаем тут строим гарнизон пошли пошли денюжки вот тут еще видите рыбы можно обработать но у меня не хватает или хватает 60 нет не хватает давайте лучше пастбище пока построим так либо она командиром становится либо тактиком тактик это храбрость и мудрость а тут дисциплина и храбрость ну напоминаю это наша если ничего не путаю это наша да наследник следующая после отца поэтому я бы ее сделал пожалуй тактиком хотя вот тут а если сделать ее командиром то города могут ускорять продукцию за счет приказов но будет ли мне так много приказов вот в чем вопрос ладно давайте тактиком кстати а я могу чем сейчас ускорять когда у меня нет не могу ничем вообще вы знаете прикол в том что вот нумидийцы это реально историческое племя на территории которых Карфаген свои города и построил Утику Карфаген Гадрумет тот же самый и по историческим данным в 814 году до нашей эры вожак нумидийцев Ярбас сватался к карфагенской правительнице Элисе то есть я так понимаю Дедоне видимо хотя может быть там еще были Элисы и по некоторым данным после гибели Элисы карфагеняне вынуждены были воевать то есть у нас примерно такие же причины как я воюю с нумидийцами которые требовал замуж выдать правда в истории война завершилась не в пользу финикийцев и до 50-х годов 6 века до нашей эры Карфаген платил дань нумидийцам а потом со временем они превратили в союзников карфагенян и в конце 6 века уже вместе боролись с попытками греков основать свои колонии на африканском побережье так что все довольно исторично у меня здесь ладно продолжим о ну блин тут умерла видимо я наверное королеву назначу хотя блин вот у нас 100% к сетям не лучше вот эту я же понимаю что тут цивиков дофига но 100% к сетям это очень большой сейчас буст будет и сразу плюс 44 денег например хотя было плюс 7 ну и плюс тут еще культура будет выше крыши валить нормально не нормально это мы правильно назначили так дальше открываем ну форт не хочу архивы может архивы открыть это плюс наука будет в городе канцлера тоже хоть нет давайте канцлера откроем во время инспекционного тура по новым сделанным лодкам в хандрометуме принц бадаштарт подружился с низкоранговым ну низкого сословия старейшинам из семьи дедонийцев извините за такие странные переводы это вы понимаете что я говорю который в этих водах рыбачил либо мы либо бадаштарт становится энглером то есть как губернатор плюс сто процентов к сетям либо мы получаем специалиста рыбака я лучше специалиста рыбака получу да видите плюс к этому мы сразу вот такую территорию тут захватили ученые в этом Зевестия сообщают о том что обнаружили новый вид ящериц в песчаных дюнах недалеко от города благодаря свидетельствам эти рептилии ну короче большая выживаемость у них давайте так назовем так назвать этот вид под защитой две легитимности минус один приказ послать экспедицию изучить их или оставить это на откуп мест нет давайте экспедицию пошли видите сразу на один ход быстрее теха открывается новая амбиция да начинаю амбицию контролировать шесть иудейских храмов да ну тем более я все равно их собираюсь устроить в любом случае это правда не быстро произойдет это явно уже не при жизни дедоны но в принципе амбиция хорошая она соответствует моим устремлениям скажем так тут я форум закончил да кстати можно уже второго уровня это за счет увеличения уровня культуры но я пожалуй нет зачем я лучше там воина апну да тогда давайте сокровищницу пока здесь а тут я лучше вот этого воина апну использую железо чтобы вапнуть он должен быть полностью здоров кстати так следующим ходом у нас седли он довольно быстро сюда приедет за счет вот моря так что можно не контролировать пока да может это вапнуть лучше да не ну тут эти варвары я даже мечником от них отбиваюсь смысл еще два приказа остается ну не нормально начинаем ход надеюсь дидона еще поживет не ее правление конечно запомнится карфагенянам как золотой век смотри вон откуда прется тварь а фига они быстро подбегают жалко если бы еще юнит тут был можно было бы его атаковать видите нельзя апгрейдить пока не вылечено блин а может мне марш использовать ладно посмотрим о могу сразу стены получить в завести всего лишь минус 40 отлично сразу стены хорошее событие так вот тут я хочу какую-нибудь блин бараки бараку бараку мне кажется не здесь надо я бы тут барак да я понимаю что тут леса но у меня не так много хотя вот тут можно было бы ладно давайте тогда пока лесопилку я вот тут буду бараку бараку строить так что у нас в городах ну наверное в карфагене давайте сокровищницу а потом опять посела потому что я думаю что я к тому моменту вот эту уже зачищу территорию в зевесте сокровищницу построил ну давайте может еще форум у меня есть житель я могу конечно а я понял почему деревья оставить это оливки у меня здесь блин мне бы эти оливки обработать на самом деле блин хреново немножко не ну камня у меня достаточно пока как раз скорее тратить надо поэтому давайте на форум потратим святилище что дают новые юниты начинают нет это здесь надо это просто культура это просто деньги наверное сюда рыбку обработаем мог бы конечно попытаться еще и шесть городских улучшений сделать но блин чем-то побежал в обход варвары ох уж эти варвары чисто умирать прибегают о в пустыне я могу а он тут еще строит пустыне я могу смотрите коттеджи строить генерал дисциплину генерал против генерала не надо вот кстати плюс 25 плюс 25 против верховых юнитов хорошая идея как раз против нумибийцев так где мы город будем ставить я бы наверное вот тут поставил и это тоже вот этих артистов я так думаю глориус ух ты мы сейчас известны как великий не ну не great это не great это глориус все таки но все равно приятно так наконец-то апм какие у нас тут события фалангу надо открывать наконец-то да блин и архив хочется открыть все таки науку зачем сейчас уже фаланги да я их и так выношу так в конце кого мы канцлеров назначим принцем но он скоро станет и так зяра романтичная 15 монет и половину ладно давайте принца пока назначим все таки 6 цивиков это 6 цивиков нету сообщения о том что канцлера надо назначить еще не нарисовали так что мы в этом городе вот тут а у меня приказы приказов не хватит пока так что мы в городах в аузии что мы строим форум чей-то в хипорегиусе ну и в аузии давайте форум не помешает так а почему тут минус 1 не добегая ну надо надо обработать мрамор это все таки 16 камней и 1 цивик сверху всегда приятно так что у нас там сокровища вот этот тут конечно прибежал мне в тыл не очень круто она больше не скорбит слушайте а долго было у нее сколько в 50 лет же по-моему умер то есть 13 лет скорбело ничего себе так так тут еще достраиваем а слушайте он грабит мне вот гад прибежал и грабит мне надо сюда всякие рабочего отправлять чтобы все это починить слушайте а может здесь все таки грейв построить это две культуры и пять еды ну то есть на на оливках уберем я как бы камень нормально и так только надо сначала починить нет блин ладно девять ходов так тут надо control зажать тут давайте лагерь ну и на этом я пожалуй закончу эту серию дедону дедона конечно круто правит с нумидийцами мы разбираемся продолжение завтра спонсоры продолжения видят уже прямо сейчас во вкладке сообщества я думаю не очень спешное прохождение конечно это из-за того что нету таймера да игра все еще новая знаете подумать надо да и переводить мне приходится вам довольно долго но не знаю мне нравится мне интересно ваши впечатления в комментариях жду на этом все играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока субтитры